Привет, Оля! Привет! Я как раз тебе представляю, что сейчас ты уже работаешь в HR группы Луи Виттон, Луи Виттон, да, или ЛВМАш, сокращенно. Да, это группа, которая представляет крупные бренды премиум-сегмента, такие как косметика, Диор, Герлен, вот эти вот все, и Луи Виттон, собственно, и ты проводишь тренинги для HR отдела, я так понимаю, да, и для консультантов? Не совсем, я работаю как HR-специалист в компании, конкретно в ЛВМАш парфюмерии и косметика Украины, потому что в группе этой компании, в холдинге, есть очень много разных направлений, вот, поэтому я конкретно работаю в направлении парфюмерии и косметика в департаменте HR, вот, и как больше как HR-дженералист, то есть занимаясь полностью разными всеми процессами, начиная от рекрутинга, заканчивая увольнением, соответственно, и обучением, инбордингом, в общем, все HR-процессы в себя включают. Ну, и к теме эфира мы пришли тогда, когда ты вот на нашей личной встрече подруг давала мне советы, как правильно давать вот все же эту обратную связь, и я подумала, что это классная тема, так как, ну, ее нужно всем знать, не только там тем, кто интересуется блогингом, а и, в принципе, для того, чтобы доносить правильно свои мысли и не обидеть. Но давай начнем с того, что такое, в принципе, вот эта обратная связь, фидбэк, да, может, не все понимают, ну, по простыми словами, что это значит. Да, конечно, я все такое спрошу, у меня вообще слышно нормально, потому что... Да, 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 все отлично, хорошо. Ты права, на самом деле, обратная связь, это не только как в HR используется, мы используем это ежедневно в нашем общении, обратная связь — это реакция наша на какой-то факт, который происходит вокруг. Это может быть то, что мы увидели, прочитали, услышали, пощупали, потрогали, и мы как-то на это отреагировали. У нас возникли какие-то эмоции, ощущения, переживания, вот. И как-то, то есть мы проявили как-то свою реакцию. Это если говорить, что такое вообще обратная связь. И есть обратная связь как инструмент, который как раз используется вообще, как правило, всеми менеджерами, и это является одним из ключевых навыков вообще в управленческой культуре и одним из важных навыков, потому что как правильно давать обратную связь так, чтобы человек её услышал, это очень важно, особенно, мало того, услышал, так ещё и как-то, возможно, скорректировал своё поведение и стал более эффективным. Окей, ну а как тогда вот, допустим, ну чаще всего, мне кажется, ты переживаешь об этой обратной связи, либо когда, там, например, супругу хочешь что-то сказать, да, но это, ну там, какое-то типа замечание или как, но чтобы это не воспринялось, ну, лично, либо когда это подчинённый, как бы работой которого ты не очень доволен, но ты, ну, ты хочешь тоже вот так это сказать, чтобы не обидеть личное качество, потому что, знаешь, часто какие-то рабочие моменты переносятся на личное, там, потому что, допустим, у тебя куча дел, там, а тебе тут написали, подойдёт, и ты, там, нет, ответила, и всё коротко. А на самом деле, а человек думает, что это, там, чуть ли не наехали уже на него, потому что привыкли уже, ну, к этим и смайликам, и так далее, а у тебя просто банально не было времени, чтобы, там, расписать всё это. Вот как, как правильно так сказать, если, наверное, чем-то недовольно в первую очередь? Или это не только о недовольстве? Смотри, вообще, если говорить обратная связь, в чём её основное отличие? Это обратная связь всегда строится на факте. Мы не даём оценочное осуждение человеку, мы не даём ему оценку личного качества. Мы говорим всегда мою реакцию на факт произошедшего, на какую-то ситуацию, которая уже есть, на какое-то действие человека. То есть, например, если человек, не знаю, там, мне нравится, как он выглядит, вот, например, да, Лиля, я тебе даю обратную связь. Я могу сказать это, например, Лиля, ты красиво выглядишь. И это не обратная связь, это похвала будет тебе или комплимент. Если я тебе говорю обратную связь, я говорю, Лиля, у тебя очень классно сочетается сегодня твой топ и твой цвет губной помады, это очень красиво, мне это очень нравится. То есть, ты понимаешь, что для меня красиво и мне нравится, это когда сочетается, например, элемент верхнего одежды, гардероба и там цвет макияжа. То есть, это уже понятно. И для тебя, как бы, является такой, как, ну, якорь сразу в голове, ага, ей нравится губная помада условно и топ. А если я скажу, ты очень красиво, просто, обобщенно, то это просто похвала, и человеку вроде приятно, но это как бы на минутку, потому что он не понимает вообще, а что ему конкретно понравилось. Точно так же, как и мы говорим, если в рабочих каких-то моментах я там могу сказать, да ты вообще безответственный, например, да, человек, или эту работу ты сделал некачественно. И всё, если дальше ничего не объясняют, то это я просто его покритиковала, это критикам. А если я хочу дать обратную связь, то я говорю, смотри, я сейчас очень злюсь, потому что ты обещал, или мы с тобой договорились, что там один, два, три, четыре задания будут выполнены к 25 августа до 12.00. Из всех этих пяти заданий не выполнено ни одно. Поэтому я сейчас очень злюсь, тормозит мою работу, это тормозит вообще весь наш процесс. И это плохо влияет на какой-то результат. Человек понимает, что у него было один, два, три, четыре задания, что ты злишься на то, что он не сделал. И это для тебя означает, например, ответственность. Для меня важна ответственность в нашей работе. Для меня важно, чтобы каждое задание выполнялось вовремя. Поэтому, соответственно, это я же даю конкретную обратную связь, то есть я даю на факт произошедшего. Я не говорю, всё, ты ничего не сделал, как обычно, вот так всегда, только тебе что-то скажет, да и задание, ты его никогда не выполняешь. Если я начинаю так говорить человеку, то есть высказывать свою эмоцию, свою реакцию на какое-то произошедшее его действие, то у человека включаются такой, есть у нас базовые инстинкты, когда он чувствует какую-то опасность, он может замереть, он может нападать в ответ, или он может защищаться. Он может начинать оправдываться, или он может начать обвинять, например, тебя. Да, ты мне вообще каждый раз даёшь задание в самую последнюю минуту, да я всегда очень стараюсь, а ты ни разу от тебя ничего хорошего, доброго слова не услышал. Человек начинает, он не слышит какой-то конструктив, он начинает нападать или оправдываться. Или замрёт, и он вообще, знаешь, до него вся информация пройдёт мимо, он обидится внутри, он не выскажет в ответ, и потом уйдёт тихонечко, спокойно, например, уволится, и будет дальше ходить рассказывать, как вообще ужасно работает там с таким-то начальником. Поэтому, если мы говорим про обратную связь, это если как инструмент, который классно использовать, мы говорим только про факт, который состоялся, мы говорим про действие, которое произошло, которое во мне вызвало определённую реакцию. Ну, окей, даже если это конструктивно, ты объяснила, не просто там всё плохо, а конкретно что плохо, ну, как бы, почему оно тебе не нравится, ну, разве не нужно это подкрепить чем-то положительным, чтобы у человека не осталось мнения, что я там вообще какашка, а, ну, чтобы тихо, тихо, ты не, нет, но, как бы, ты то-то-то делаешь хорошо, а вот здесь вот нужно подтянуть, знаешь, как в американских школах, ну, вот, не ставят двойку. Опять-таки, да, они не ставят двойку, если там смотреть на вообще американскую семеобразование, у них есть комментарии всегда. Так вот, и мы даём комментарии, и эти комментарии не всегда должны быть там, например, какими-то корректирующими. Ну, потому что если вообще обратную связь поделить условно, это глобально для группы, то это позитивная обратная связь. Это когда я говорю то, что мне нравится, что ты сделала, или там мне нравится, как вот ты выглядишь. И есть корректирующая или конструктивная обратная связь. Это то, что я говорю, что следует в действиях подкорректировать для того, чтобы результат был такой, какой я его ожидаю. Ну, только мы заранее, правда, его проговорили, конечно, это тоже очень важно. Вот, и тогда, конечно, если я даю и ту, и ту обратную связь, тогда у человека есть баланс. А если я всё время буду говорить, «Всё не так, всё не так, всё не так, и я злюсь, и я злюсь, а ты всё делаешь не так», то тогда как бы вопрос, «Говорю ли я вообще человеку, как должно быть изначально, что так, и вообще, что он со мной делает, если он всё время делает не так, и со мной он параллельно ещё и работает, или я с ним, например, сотрудничаю?» То как бы это тоже ко мне вопрос прежде всего. И вообще в основе любых взаимоотношений важно договариваться на берегу. Так же с сотрудником, точно так же и с нашими близкими. Если мы там что-то начинаем делать, планировать какую-то поездку или что-то, желательно заранее как-то это обговорить, ожидания хотя бы свои, если мы это с близкими, например. «Я там хочу отдохнуть, чтобы меня никто не трогал, и я вообще лежала на поляне, а вы там с малым как-то бегали или там игрались. Это мои ожидания от отдыха? Или мои ожидания у меня сотрудника? Я хочу, чтобы всё было там вовремя, вот такого качества, посмотри темплейт, вот так вот мне интересно, вот такое я ожидаю». Получится, получится, твои комментарии, договорились на берегу, всё, отправили в работу. А если вот сотрудник раз там сказал, в смысле вы договорились, всё, вроде там всё получится, а потом он один раз всё равно просрочил, например, дедлайн, второй раз, то как сказать, мы же договорились, как вот правильно подать конкретно в случае? Ну, если, например, вы договорились изначально, что есть какие-то сдачи, какие-то дедлайны, и ты видишь как руководитель, что уже какие-то дедлайны, они сгорают, вот, то просишь сотрудникам встречу. Только ещё важно понимать, что какое у тебя состояние в этот момент. Если ты готова сейчас всех порвать, и ты злая такая, что тебе даже близкие боятся подходить, то в таком состоянии лучше к сотруднику не подходить, потому что ты опять-таки будешь в таком вот тоже в своих инстинктах, ты будешь нападать, и не слышать, когда сотрудник тебе что-то будет говорить в ответ. Поэтому надо выходить из состояния, называется «я окей, ты окей». Когда я воспринимаю, что сотрудник нормальный, я его уважаю, и я нормальный, у меня есть нормальные ожидания, которые я тоже уважаю. И это в таком состоянии. Я встречаюсь и говорю, смотри, мы с тобой договаривались в каких-то дедлайнах. Это уже про задачу просроченную. Ты успеваешь на следующую задачу? Мне важно, чтобы эти все задачи были вовремя. Желательно сказать, как это повлияет на результат, чтобы сотрудник чувствовал свою сопричастность к конечному результату, почему-то и для него важно. И говорим, ты успеваешь или нет? Он говорит, да, все успеваю. Хорошо, смотри, я тебе тут доверяю, ты успеваешь. Если вдруг у тебя будут какие-то сдвиги в графике, пожалуйста, предупреди мне заранее, потому что для меня это очень важно. Сотрудник говорит, да, все будет, все успею, все отлично. Опять дедлайн у нас сгорает. Встречаешься и говорит, смотри, второй раз. Опять дедлайн сгорает. Ты мне пообещал, что все будет хорошо. Давай договариваться в последний раз, потому что для меня это критично важно. Давай сам поставь дедлайн, за который ты справишься. И мы там с тобой это обсудим. Например, он ставит, и ты говоришь, хорошо, подтверждаю, и говоришь, что если с этим дедлайном ты не справляешься, мы будем вынуждены прекратить с тобой сотрудничество, или я буду вынуждена. Потому что для меня это очень важно. И тогда для человека, если он опять не справляется, то для него не будет сюрпризом, что вдруг почему с ним перестали сотрудничать. Для него, понятно, предупредили, предупредили. Также в компании считается, что если для сотрудника увольнение является сюрпризом, это не доработка компании. И, наверное, он тогда, если он сам поставил себе этот дедлайн, он уже будет винить себя, брать ответственность за это, а не тебя, что ты вдруг его решила уволить или перестать сотрудничать. Ну, вы же договорились, знаешь, договорились. Уже желательно еще это подкрепить письменно, потому что договориться устно опять-таки есть какие-то моменты, к чему можно придраться, чего недопонял, подкрепил письменно, получил письменный ответ, да, подтверждаю, все, вы все с ним договорились и все подтверждено. И потом это будет как бы факт, которому ты можешь вернуться для того, чтобы обсуждать. То есть не какие-то уже личные домыслы руководителя или личные домыслы сотрудника, что он не так понял, не так как-то это оценил свои возможности, а это факт. Есть такое, есть такая дата, все, ну как бы ты никак это уже не оспоришь, понимаешь? Поэтому всегда опять-таки обратная связь это к факту. Точно так же, если нам работа сотрудника нравится, очень важно говорить об этом. Если нам нравится работа нашего подрядчика, очень важно говорить об этом опять-таки. Если я говорю про качество работы, это ты сделала, эту там задачу сделала супер качественно, на очень высоком уровне. Я должна объяснить, что это значит. Потому что для него, например, очень качественно, это будто что, презентация яркая там, и там мало слов, и она вообще тряслайда суперкороткая. Поэтому это для него признак качества. А для тебя признак качества о том, что она информативная, и каждая фраза попадает прямо в цель. Вот это для тебя. И поэтому, чтобы у вас вот это вот был мэч, то это очень важно проговорить тоже. И поэтому обратная связь, если мы говорим про позитивную, чтобы сотрудник доработал дальше на таком высоком своем уровне, который ты хочешь зафиксировать, важно об этом сказать. И важно опять-таки быть готовым к тому, что сотрудник может дать тебе обратную связь в том числе, или подрядчик, или кто-то там из твоих близких тоже. А, кстати, вот насчет даже положительной обратной связи. Есть такое, что не нужно слишком часто ее давать, потому что там сотрудник уже типа расслабится, и как-то уже не будет воспринимать в дальнейшем какую-то твою похвалу ну так же хорошо, как когда ты там если ты раз в неделю говоришь, например, то он воспринимает это, что прям я молодец, классно. А если каждый день или там каждый час, то уже нет такого, знаешь, важности в этом. То есть он привыкает и думает, ну типа она ко всем так относится. Есть такое? Ты правильно сказала, то, что если это похвала, если я буду говорить ты молодец, ты молодец, ты молодец, ты прикольно сделал, ты классно, то да, это рано или поздно как бы сотруднику ну классно и классно или там вы все молодцы, команда, кто молодец, кто конкретно, за что, непонятно. И вроде у всех немножечко настроение повысилось, но это очень краткосрочный промежуток времени. Вот вроде как раз прикольно и пошел дальше делать как обычно. Поэтому вот и если руководитель или там я там да своим близким буду говорить постоянно как бы одно и то же, это именно похвала, общая, то, что не несет никакой конкретики, то это рано или поздно перестанет просто восприниматься как что-то, что хорошее условно. там опять, ну опять молодец, ну окей, опять молодец. А если я буду давать конкретно позитивную обратную связь, то есть я буду говорить там, спасибо тебе большое, что ты прикрутил лампочку. Мне так мешало, как она постоянно мигала. Боже, там муж мой, ты бог, спасибо тебе, Света. Меня это так раздражало. Сейчас мне гораздо легче. Все, дала обратную связь, мужу зафиксировалось о том, что прикрутить лампочку. Мужик, она счастлива. Ну то есть все по-другому немножко идет. Поэтому уже есть, когда какая-то конкретика, это тоже очень важно. То есть можно, ну как-то важно озвучивать свою внутреннюю благодарность словами, потому что в этом случае люди же не слышат, что мы думаем. Если нам приятно, и мы сказали, то это мотивирует делать снова приятно. Правильно? Конечно, конечно. То опять-таки, так же, как и в блогинге, это та же обратная связь, которую даете своим фолловерам, тем людям, которые там, за вами следят, подписаны. Это тоже очень важно, когда там где-то какие-то благодарности с ним. Ой, как я рада, что вас много, и ура! Это очень обобщенно и понятно, и даже вызывает какие-то такие, ну, противоречивые, возможно, чувства. А классно, когда скажут, там, под моим постом, вот таким-то, было столько комментариев, у меня была такая активная дискуссия, мне это было немножечко, и прям говорить свои настоящие чувства, мне это было немножечко тревожно или волнительно, потому что там принеслись абсолютно разные точки зрения, но тем не менее, мне настолько это понравилось, что завязалась такая живая дискуссия под моим постом. Значит, тема актуальна, я чувствую, что я несу какую-то актуальную тематику. Вот, класс! И ты дала понять о том, что тебе важно нести какую-то актуальную, например, тему, да, или как-то развивать такую интенсивную дискуссию, и человеку сразу понятно. Кстати, я помню еще с YouTube блогер, как-то тут от Оли, я начинала с YouTube еще там 6 лет назад, сначала снимала видео, и помню, были такие, как-то оно называлось, я уже даже забыла, ну, короче, когда блогер, ну, например, там писал на табличке, там, передаю привет, там, конкретно ники, там, либо фоткались, выкладывали в Instagram, либо там, где-то сзади на видео, либо просто в конце видео передавали привет там самых активным подписчикам, и таким образом поощряли их, ну, на дальнейшую тоже поддержку видео и так далее, то есть тоже, ну, прикольно выделять конкретных людей, которые систематически там лайкают, комментируют и так далее. А вернёмся, давай ещё к негативной обратной связи. Давай. Помню... Корректирующая или конструктивная? Называется не негативная, корректирующая мы называем или конструктивная, да? Поняла. Окей. Ну, корректирующая обратная связь. Помню, когда-то на тренингах мы проходили такой принцип бутерброда, когда ты сначала говоришь что-то хорошее, внутри, ну, в серединке, вот что нужно откорректировать и дальше опять вот что-то хорошее. Это работает или это уже какие-то старомодные техники, потому что ты вроде не говорила об этом? Смотри, я сказала, да, глобально, на что там делится обратная связь, там, позитивную и конструктивную или корректирующую, но там внутри их тоже можно разделить, там, поддерживающая, сэндвич принцип, как раз то, что ты сказала, есть ещё такой, как немножко коучинговый формат, когда мы просто спрашиваем человеку вопросы, это тоже обратная связь и, как бы, так называем его на обратную связь, чтобы он поделился какими-то своими ощущениями, мыслями, там, реакциями. Поэтому их внутри как бы есть разное множество. И есть принцип ценности, он действительно ещё используется, когда мы говорим и корректирующую, да, реконструктивную обратную связь и позитивную, то есть вот это вот всё вместе, но это должно идти, во-первых, искренне, вообще любая обратная связь, когда мы говорим это с человеком, это должно, помимо того, что у нас должно быть нормальное внутреннее состояние и у человека, если мы видим, что человек сейчас плачет в истерике, он расстроен, что он допустил ошибку, то мы не идём ещё ему говорить, что давай, я тебе расскажу, как надо лучше. Нет. Мы ждём, когда у него будет нормальное состояние, у нас нормальное состояние и говорим это искренне. То есть есть в интернете очень много разных условно формул, как правильно говорить обратную связь. Но формула всегда, она считывается, как будто бы это искусственно. И человек же с тобой сотрудничает уже там давно, например, или какую-то там не первую неделю даже. Он видит, как ты разговариваешь, какая у тебя лексика, как ты обращаешься, как построены твои фразы. И если человек начнёт как бы менять, подставлять свои фразы под эту формулу, это будет как будто наиграно и как неискренне. Поэтому важно для того, чтобы нам эту обратную связь действительно донести, сказать её искренне, условно от сердца, то нам важно, конечно, говорить так, как мы привыкли говорить. Теми же словами, так как нам комфортно, так, чтобы это было по-честному. Поэтому сэндвич, если нам хочется сказать человеку что-то хорошее в этот момент, то мы говорим. А если не хочется, то не надо говорить, просто оставить это как корректирующую обратную связь. Сэндвич, например, очень хорошо говорит, когда уже проходит какой-то итог, какое-то произошло там событие, там сдан проект, провелась уже презентация, провёлся прямой эфир, например, и ты мне говоришь, Оль, давай теперь подытожим вообще, что у нас, и говоришь, например, то, что ты вовремя подключилась, это было всё круто, вид, картинка была отличная, звук был хороший. А теперь смотри, в следующий раз бы, например, если бы у нас была с тобой программа прямых эфиров, было бы важно, чтобы ты сама начала, например, сама представилась, так бы было понятнее, а не я тебе представляла, ну, ты сейчас придумываю условно, чтобы ты там говорила там конкретные вещи какие-то более точно, и там не говорила, как у тебя, например, если ты там сильно жестикулируешь, или наоборот, тебе есть какие-то слова паразиты, вот, давай это проработаем, чтобы твоя речь на следующем прямом эфире была более чистой, это очень важно, я думаю, класс, если получилось что-то хорошее, мы просто подводим итог какого-то нашего проекта, да, или какого-то совместного дела, и говорим, что можно откорректировать на будущее, прикольно, классно, и об этом пишет в том числе и Шерил Сенберг, есть книга Radical Candor, или крайняя прямота, ее по-разному переводят, или прямолинейность, в общем, там есть разные переводы, и она рассказывает свою историю, как она, это там, она была, работала в Facebook, и работала во многих других крупных компаниях, и на одной из презентаций, которые она делала, она вещала свой проект, она прям презентовала, и судя по ее ощущениям, презентация прошла отлично, к ней подходили, говорили, что да, все классно, все интересно, и потом она вышла после презентации пройтись, и гуляла она со своим на тот момент руководителем, и руководитель ей говорит, твоя презентация прошла хорошо, только ты все время мэкаешь, и это выглядит глупо, и она, она типа, ну в смысле презентация прошла отлично, как бы, ну она как бы не восприняла это, и потом только она действительно поняла, после советских выступлений, что у неё есть этот момент, что у неё от этого есть пауза «э», и она это увидела, и она тогда вспомнила слова, и она вспомнила, как ей сказала об этом её руководительница. Она не сказала, что она глупая. Она сказала, когда ты экаешь или мэкаешь, ты выглядишь глупо. Это разные вещи, понимаешь? И поэтому выглядишь глупо, и глупо по-другому абсолютно воспринимается. И поэтому, когда действительно она за собой увидела этот нюанс, она пошла там на разные тренинги и курсы по ораторскому мастерству, и, соответственно, это помогло скорректировать свою речь, и таким образом у неё там дальше пошла даже вверх карьерная лестница, потому что, например, в Америке это очень важно, чтобы у тебя помимо каких-то профессиональных качеств, у тебя были кросс-профессиональные качества, развитые кросс-скиллы. Это там ораторское мастерство, актёрская игра, возможно, ну, в общем, разные ещё другие вещи. Поэтому ей для того, чтобы даже расти вверх по карьерной лестнице, было важно откорректировать свою речь. Вот. Всё она и сделала, и на самом деле, благодаря вот такому комментарию её руководителя, хотя она считала, что презентация прошла с блеском, и вообще всё шикарно, ну, как бы, и прекрасно. И она взяла эту культуру Radical Candor, крайней прямоты, вообще во всех своей следующей работах со своими следующими командами. То есть у неё прямо это в принципе, когда она работает с разными проектами, в командах, для неё вот сразу становится важным говорить вот прямо, какие-то давать направления или вот обратные связи внутри. Ну, только сначала сказать, что действительно хорошо, просто там что-то улучшить, правильно? Ну, можно хорошо, можно просто, что как бы, когда ты там говорила там о том-то, о том-то, там ты привела недостоверные факты, или ты не привела источник, на который ты ссылалась. То есть можно прямо сказать, не обязательно, опять-таки мы говорим про искренность, это не обязательно должно быть как-то наиграно, что обязательно должно быть позитивно, нет. Это можно прямо сказать, что просто вот мы как бы разбираем этот, и ты там не привела источник. Просто мне кажется, если каждый раз, ну, всегда же есть как бы куда расти, что улучшить, если каждый раз показывать на то, куда расти, а не то, что хорошо в целом вышло, то это получается, ты как постоянно критикуешь каждый раз, и типа тебе никогда не угодишь. Такого... Как бы, нет, не может быть, но опять-таки мы говорим про обратную связь, что важно и ту, и ту давать. Когда нам нравится, мы тоже должны говорить о том, что нам это нравится. И если говорить, например, вот про эмоциональный банк, это то, что как раз, да, вот критикой похвалы, сколько должно быть чего соотношению, то вот говорят, в принципе, что есть соотношение три к одному, это на одну критику должно быть три похвалы, условно. То есть на одну какое-то корректирующее, да, или что-то вот не так пошло, должно быть три чего так. Но это не значит, что надо пихнуть в один разговор, нам это не обязательно, мы можем это растянуть во времени, просто важно помнить, что у человека есть тоже свой эмоциональный банк, и это как бы для того, чтобы ему было морально нормально и комфортно, то очень важно, соответственно, говорить и хорошее, и говорить что-то корректирующее. Интересное, кстати, замечание насчет три похвалы к одной критике, потому что часто я тоже слышала, что вот критиковать не нужно, лучше оставить это там при себе, потому что это обижает, а вот хвалить, то есть, ну, всегда нужно, как это, не кнут, да, а пряником постоянно поощрять, то есть подкреплять хорошее действие, а негативное просто, ну, никак, типа, на них не реагировать, тогда будет улучшаться диалог. Мне тут сложно сказать, как тут может улучшиться диалог, если человек даже не понимает, а что тебе не нравится, ну, как бы, а как тогда он может понять, что ему нужно улучшить вообще, это же не обязательно, да, мы говорим много сейчас про работу, а есть много о наших взаимоотношениях. Я могу прямо сказать, что, слушай, когда ты повышаешь на меня голос, всё, у меня блокируется, я тебя не слышу, мне хочется плакать, и я ничего не могу даже сказать в ответ. Пожалуйста, если хочется, там, сказать мне что-то, что тебе не нравится, скажи ты лучше в спокойном формате, пожалуйста. То есть человек понимает, что... Алина, привет, рада тебя видеть. Вот, если человек услышал, да, то, что я ему сказала, пожалуйста, не кричи мне, то он в следующий раз, когда захочет мне сказать, он откорректирует свое поведение. А может и нет. Ну, ты знаешь, это как у нас говорят, там, про родителей. Вот я говорила, там, своей маме, там, дала ей обратную связь, и, как бы, поведение мамы не меняется. Ну, как бы, извините, но оно и не сильно должно меняться. И мы вообще не воспитатели людей. Мы, вообще, с дачи обратной связи, сказать свою реакцию, что нам не так или так, на действия другого человека. Мы, как бы, свои 50% ответственности дали. Дальше уже с дачи человека, если он хочет, условно, как бы, где-то понимает и не хочет, там, нас обидеть, да, или чтобы мы нервничали в следующий раз, возможно, возможно. Он как-то поведение свое корректирует, но это не значит, что это будет сразу, да, он все услышал, принял, понял, запомнил, и в следующий раз он будет душкой, лапочкой, и никогда ничего плохого не скажет. Такого не бывает. А про эмоциональный банк, о том, что ты говоришь, там, никогда, там, например, не критиковать, или, там, часто, в основном, только хвалить, так тоже сложно сказать, потому что я вообще, как бы, к критике отношусь, ну, достаточно спокойно, в том смысле, что мы все люди, и мы можем, там, как-то вспылить и резко отреагировать, и это, там, нормально. Главное, потом, если, когда мы остываем, то пойти и поговорить конструктивно, или, вот, поговорить, там, братную связь, дать вот то, как я говорила, а не просто эмоционально высказаться. Поэтому, учитывая, что мы все люди, мы не можем себя постоянно сдерживать и контролировать, там, не скажи, сдержи эмоции, там, не рассердись, ничего не сделай, там, вдруг, чтобы человек не виделся. Нет, конечно же. Поэтому проявляйте эмоции, проявляйте, говорите, если вам что-то не нравится, просто помните всегда, какая цель этого всего. Что вы сейчас хотите сделать? Вы хотите просто высказать человеку свой фэ? Это один вопрос. А если вы хотите дать человеку обратную связь, это другой момент, и это, в этом, как бы, есть разница. Потому что, когда ты копишь в себе эмоции и подавляешь, проявляешь, то потом все равно рано или поздно оно все выльется наружу, и это будет уже такой фонтан из вот этого фэ, и это точно будет не на пользу. Не на пользу. Но вообще есть эмоциональный интеллект, поэтому вот это целый огромный раздел сейчас, вот, поэтому там изучать и изучать. И мы, когда даже я была на курсе эмоционального интеллекта, то, конечно, проходили вообще, насколько важно уметь даже просто слеживать свои эмоции и понимать, зачем я их сейчас проявляю. Если я сейчас хочу рассердиться и высказать человеку, это по одному. Но я это все делаю осознанно, понимаешь? Я контролирую себя. Поэтому в этом, как бы, тоже понимать, что я сейчас чувствую. Если я чувствую, что вот гипотетический человек опоздал, и я начинаю очень злиться, ну, я это ощущаю, и я действительно себе отдаю отчет, что я сейчас злая. И человек приходит, он напоздал, например, на час. И я говорю, слушай, ну, я сейчас, конечно, злая, привет, привет, но я сейчас злюсь. И человек понимает, что окей, злится, но мы там посмеялись как-то. И он понял, что я злюсь, но как бы окей, так произошло. Но я просто даже себе, когда проговорила, что я злюсь, то я не наорала, не стартанула на человека, не как бы не испортила нам двоим вечер. Потому что, по сути, если мы хотим увидеться и нормально поговорить, то я просто приезжаю, и я себя контролирую, что я просто ему говорю, я злюсь. У меня, кстати, был случай. А, вот сначала отвечу на вопросы. Лена, да, эфир будет сохранен в инсташколе здесь, в блогермейкере. И здесь у меня через день провожу эфиры с экспертами по разным тематикам, аспектам блогинга. Но вот в последнее время мы даже вышли за грани блогинга, потому что вот много таких тем, которые актуальны, мне кажется, всем, и они даже, может, интереснее и полезнее. А вот Алина еще. А, насчет опоздания. У меня как-то была ситуация с подругой, когда она просто говорила, что она, ну, что ей неприятно, что я опаздываю. Ну, я, честно, я пытаюсь не опаздывать. Ну, так вот получается, не на час, правда, но, ну, там, вот минут пятнадцать у меня вот всегда не хватает мне. И в итоге она один раз просто уехала. И я приехала, а ее нету. И вот эта ситуация меня научила так, что я теперь вообще боюсь с ней опаздывать. Это было, ну, наверное, единственное наше, ну, не то чтобы ссора, а вот такое, как бы, конфликт какой-то за лет двадцать, ну, дружбы. И, ну, вот это исправило, хотя, ну, слова как-то раньше не доходило, видимо. А вот Алина спрашивает, вот если человек гиперобидчив в коллективе, ему тоже вот по всем этим правилам или все-таки, ну, как-то еще чаще хвалить, пять раз хвалить, один раз давать критику? Смотри, как бы, если человек гиперобидчив, то это, как бы, вопрос человека на самом деле. И мы никак на это повлиять качество не можем. Вот он такой и есть. Если нам важно как-то скорректировать или нам бы хотелось, да, что-то, чтобы поменялось в наших взаимоотношениях, то мы просто говорим свою какую-то реакцию на поведение человека, не пытаясь это сделать так, чтобы его никак не задевала, ну, типа, как личность. Ну, конечно, тут надо приводить примеры, да, тогда будет просто понятнее. Если, например, почему-то тухнет, если, например, человек как-то, я не знаю, даже не справился с заданием, да, и вот он уже, и ты хочешь с ним поговорить, и как руководитель, или как сотрудник, да, как коллега, и там, завёшь его на разговор, там, идём поговорим, давай там подведём итоги нашего, там, такого-то совместного там проекта. И говорим о том, что, смотри, как тебе вообще? Как прошёл этот проект? Можно начать, например, всегда разговор с вопроса, вопроса сотрудника, узнать, как ему вообще всё прошло. Если он говорит, что всё прошло очень классно, вообще роскошно, не к чему придраться, а ты понимаешь, что всё в корне наоборот, то нужно понимать вообще, а изначально ожидания ваши совпадали или не совпадали в работе? Изначально цели были одинаково проставлены и ожидания сформулированы или нет? Если у вас просто есть какая-то задача, и каждый делает, ну, свой кусок, но не договорились о каком-то общем результате, тогда, конечно, он будет думать, что у него всё классно, а я буду думать, что он вообще с этой частью не справился. Если же у нас какая-то была общая цель, и он понимает, что где-то в его работе возможно были какие-то неточности, но ему сложно, например, это принять или проговорить, например, конкретно мне, да, ну, как-то у нас такие, может быть, сложные взаимоотношения, и ему конкретно мне признаться в этом сложно или не хочет, ну, зло будет делать, то для того, чтобы моя задача всё равно, чтобы наша была совместная работа, она была какая-то результативная и эффективная, потому что нам так или иначе вместе работать. И говорим, да, окей, давай теперь поэтапно пройдёмся по всем задачам или там в рамках этого проекта. Вот прям по каждому шагу. Как тебе это? Как тебе моя работа? Смотри, я считаю, что, возможно, можно было бы сделать вот так и вот так. Как ты считаешь? Ну, то есть уже в рамках диалога, не нарушая, скажем так, не поддавая сомнению его действия какие-то, да, или компетенции, а через вопрос, задавая, как ты считаешь успешно, неуспешно, эффективно, неэффективно, достигли цели, не достигли цели, оцени от одного до десяти, насколько ты считаешь, мы достигли эту цель, справились с этой задачей. И через такие вот вопросы можно будет, соответственно, как-то выйти на более конструктивный разговор, и человек поймёт, что задача моя не его как-то унизить, или, там, например, вывыситься самой, или показать ему, что он плохо работает, или обидеть его. А моя задача, на самом деле, такой же классный результат, возможно, как и у него, ну, чтобы вот у нас всё получилось, и мы были как эффективны, как команда. И когда он это поймёт, тогда он, возможно, немножечко расслабится. Но, опять-таки, тут нужно идти в состоянии уважения к человеку, в состоянии того, что я уважаю человека как личность и уважаю его работу. А скажи вот в аспекте блогинга, как ты считаешь, стоит давать обратную связь хейтерам, которые пишут вот комментарии, лишь бы тебя просто уколоть, обидеть? И, ну, стоит как-то на это реагировать или просто там блокировать, вообще не реагировать никак? Мне кажется, в аспекте блогинга сейчас только разошлось сомнение по этому поводу. Я читала статьи, где пишут, что нужно давать не то, что прям обратную связь, а давать комментарии в ответ там хейтерам или которые там просто что-то пишут. А другие говорят, что как бы в этом вообще нет смысла. Есть те люди, которым просто важно писать какие-то плохие комментарии. Они просто так поднимают свою собственную самооценку за счёт другой. Это просто их стиль поведения, стиль жизни. Поэтому, если мы говорим про конкретный блогинг, давать или не давать комментарии, тут всё очень индивидуально. И, прежде всего, зависит от вас. И, опять-таки, какая цель у вас на это? Воспитать человека, показать ему, что он неправ? Ну вот, зачем вы даёте дальше комментарии, например? Зачем продолжать с ним какой-то диалог? Это ваш знакомый, вы его знаете, ваше мнение для вас, его мнение, точнее, для вас важно. То есть зачем начинать этот диалог? Если это просто человек, который по каждым вашим постам пишет какой-то негативный комментарий, окей. Ну, возможно, ему просто нравится, не знаю, так нравится страничка ваша, и так нравится заходить и смотреть, и выискивать какие-то нюансы, к чему бы ещё новому, не знаю, там, придраться. И, таким образом, вот он проделывает свою часть работы, и, возможно, мало ли какой-то комментарий его вдруг попадёт в цель, и поймёт, что, о, прикольно, над этим я ещё не задумывалась с этой точки зрения. Оказывается, что люди смотрят ещё и на это. То есть, возможно, это как, так сказать, как возможность воспринимать. Да, кстати, хейтеры часто самые лояльные подписчики, они там, знаешь, под десятью видео подряд напишут, ну, это я тоже про YouTube, что какой ужасный у тебя голос и так далее, и при этом десять видео просмотрели и подняли статистику и по комментариям, и по дизлайкам, и по просмотрам видео. Да, действительно. Спасибо большое, Оля, за твои ответы, мне очень было познавательно, интересно, и спасибо всем, кто посмотрел нас в эфире. Да, я хочу сказать ещё, что, на самом деле, кому вообще интересна эта тема обратной связи, она рекомендуется, если даже у вас есть хотя бы один человек, с которым вы взаимодействуете, будь это подчинённый, коллега или там кто-то из близких, то есть отличный тренинг Тани Петрухи, если кому будет интересно, пишите в комментариях, я вам дам ссылку, где за очень подоступной стоимости рассказано потрясающе и глубоко вообще про обратную связь там во многих её аспектах, и можно прям действительно очень многому научиться разным приёмам, пониманию и вообще пониманию, зачем её использовать, куда её использовать и как в это повысить, например, поднимет уровень коммуникации вообще с людьми вокруг, поэтому есть классные тренинги на эту тему, и я лично училась у Тани, и поэтому могу смело рекомендовать, кому интересно, глубже. Спасибо, прикольно. А кому интересно узнать глубже об Инстаграме и как об оформлении профиля, о продвижении, плюс вот у нас куча эфиров на полезные темы, подписывайтесь на школу блогер-мейкер, и в шапке профиля за подписку я дарю гайд по удобной обработке фото и видео для Инстаграма. И плюс там через день у нас посты, а через день прямые эфиры, вот такие классные, с очень интересными людьми. Я всегда ищу гостей, которые вот на сто процентов смогут осветить эту тему, и которые, ну, точно уверены, что будет полезно, и которых я знаю лично. Спасибо тебе большое. Уверена в классном эфире. Вот, так что подписывайтесь. Спасибо, Оля, ещё раз большое за эфир. И всем хорошей рабочей недели, которая только сегодня у нас началась, и надеюсь эффективно её провести за четыре дня, успеть то, что могли бы за пять успеть. Отличного дня. Всем-всем пока. Пока-пока. Спасибо, пока.